Дурдом Бобби Пусяня, иди сюда, мама косточку даст Иди сюда, быстро, 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 быстро Иди на, иди сюда Бегом, на Иди сюда Иди сюда Бегом, иди сюда Сюда иди, иди ко мне Смотри, что у мамы есть Дверь закрывай Еще и без ошейника Ну как ты закрыл Если ты вот закрываешь И дверь открыта, и он здесь стоит Ну я не могу дверь закрыть, когда у меня компьютер Что у нас здесь за дурдом Вот Стол не на месте, муж здесь вчера Лазил, подключал телевизор Потому что у него Не работает компьютер Нужно менять звуковую карту Как он говорит В общем он Взял системный блок И Поехал В ремонтную мастерскую Пока компьютер выносил Собака выбежала Тапок стащил Бузька мой А сегодня черная пятница И неизвестно Но Работает что-то, не работает У меня голова разболелась Знаете, он переживает С этим компьютером Я ему пытаюсь помочь И как-то так Ну выходные Никто не отвечает Из наших знакомых Не знаю, поехал В мастерскую Потом может в магазин заедет Боже, что здесь творится Какой кошмар Это все нужно повымывать Видите, там стоял Системный блок Я туда не могла долезть Чтобы вымыть Трындец Ой, а как мне этот бардак Уже надоел И надо же было Что компьютер сломался Ну Вот именно на праздники Надо будет сейчас там все Попортирать Пропылесосить Так Буду теперь каждый день Выходить на задний дворик И здороваться Вот силуэт Видите Я вчера на комменты отвечала Меня спросили А что это? Кто это? Это вот так вот дерево растет Такой силуэт Я не знаю Может быть дерево Упало Может быть это какой-то Такой пенек Вот это вот, видите Просто он обрастает Зеленью, кустами И в зависимости от того Как свет падает Дневной Что у нас? Немножко подсыхает здесь земля Надо уже перец выдирать весь Сегодня какое число? Уже декабрь на носу Зимний месяц первый Так, я здесь готовлю Милоносимых условиях Потому что там уже работает телевизор Периодически он откручивает звук И там такая мощная аудиосистема Что звук просто взрывается То есть это система не для дома Это для улицы Это просто жесть У меня голова квадратная Компьютер он себе не сделал И просто я загадя рыбу разморозила И вынуждена с этим возиться Чтобы рыба не испортилась Чтобы заново ее не замораживать В результате у меня вот Жарится сибас Это макриль То есть можно назвать скумбрия Я хотела ее засолить Но муж привер селедки Из русского магазина Поэтому буду делать Бабушкину Бабушкинаму рецепт Ну и вот у нас здесь Такой кинозал Это тихий звук Я попросила его немножко Звук прикрутить Кошмар, конечно Так, как я готовлю рыбу Значит, все просто Сибас обваляла Кукурузной муке Полила лимоном Вон там лимон До вилка Здесь могут быть Такие металлические Щипцы на сковородке На остальной сковородке Специи Перец Специи Я попробовала Везде Ту новую Приправу Которую купил муж Она вообще Для супов хороша А для Рыбы Я не знаю Очень пробую Дело в том, что Это аудио Ой, у меня здесь уже горит Аудиосистема Не для дома Не для квартиры А для улицы Вот что я мела в виду Так, сюда Нужны другие щипцы И там им уже идет Военный фильм И оно все время Стащите, взрывается Это взрывы Бункает, бункает А я еще в Украину Позвонила Новостей посмотрела Насмотрелась О войне Не так дурно Знаете Он любит Советные фильмы Что делать Так, рыба Немножко подгорела Вернее, не рыба А мука И еще Мело вообще не в порядке Слышите, как бункает Жареное Оливковое масло Сейчас крышечка Закрою И она готова Сюда я добавляю Вот лук Болгарский перец Перчатки снимаю Неудобно Здесь в перчатках Постоянно Что снимаешь Что надеваешь Так Приготовила зелень И вот головы Посрезала На уху Эти головы Уже в магазине Почистили Я только проверила Как их почистили Так что Будет еще уха Сюда добавила Помидорчики Ламвровый лист Поперчила Черный перчик И у меня бабушка Добавляла Знаете, что У меня был домашний Томатный соус У меня вот Кетчуп Лисорганик Чтобы он тоже Не испортился Полила лимоном Тоже Потом акрель Добавлю Немножко водички Буквально На полстаканчика Пусть протушится Мне 20 На среднем огне Это очень вкусно У меня муж уже Рыбку унюхал Кстати, он смотрит Украинский какой-то Афин Потому что там Музыка От Вапорчука Океан Эльзы Так Водички добавим Фильм про войну Не знаю Или русский Использовали Муж сказал Что вообще-то Русский фильм Какая-то фантастика Что Пацаны попали Сначала в 41 Потом вернулись 2009 год Какая-то такая Фантазия Крышка Не подойдет Телевизор Все время бумкает А Бусик думает Что это на улице Он не привык К такому звуку Бежит смотрит Кто там Как ушко Да Бусеня Что тут бумкает Все время Кази мне по ушкам бьет Ну сейчас нормально Более-менее Потому что вообще Эти взрывы были Я вообще пугалась Ну нормально Сейчас нормально Более-менее Хотя бы Это сколько колонок У тебя здесь работает Сейчас Шесть или четыре Ну пусть будет Уже не вставай Пусть будет Хотя бы так Такая красота Получилась Здесь зелень Укроп Петрушка И кинза Здесь немножко Тоже зелени Гречка Доваривается И здесь у меня Будут Баклажаны По-армянски Девочки Обещала Хлеб Рецепт Выставить Но знаете Наверное Не рискну Потому что Столько Рецептов Хлеба А я делаю На глаз Знаете Не хочу Позориться Мне каждый раз Хлеб получается С новым Вкусом Поэтому Нет стабильного Рецепта Если буду Печь То буду Рассказывать Чего я Добавляю Вот И Покажу Последний кусочек Масла Муж Забыл Масло Купить Мне Все Можно Выключить Сижу На заднем Дворике Знаете Настроения Нет Себя Даже Показывать Не хочу Смотрите На розочки День Можно Сказать Ушел Никуда Потому что В Украину Позвонила Проговорила Где-то Полтора Часа Там Люди В полной Депрессии Ну У меня Там Допустим Есть Знакомые Семьи Други Друзья Остались Что мне Рассказали Я сейчас Не буду Об этом Говорить Потому что Мне нужно Подумать Что можно Сказать Что нельзя Вот Ну Речь Идет О мужчинах Знаете Потому что Мужики В депрессии Спиваются Вот как Мне сказали Это те Которые Не хотят Идти На фронт Ну А кто-то Наоборот Приехал В отпуск Купил Машину Дисциплинировал Себя Знаете Стал Лучше Можно Так Сказать Избавился Даже От Вредных Привычек Ну А мне Рассказали Ситуации О тех Мужчинах Которые В Украине Остаются В каком Они сейчас Состоянии Угнетенном В общем Знаете Я людей Слушаю У них Своя боль Тут у меня Муж с компьютером Я давай Опять звонить В Украину Специалистам Думаю Может быть Мне Онлайн Помогут Знаете Видео Включила Разобраться С этим Системным Блоком Может быть Матрицу Придется Менять В общем Время Потеряла И все И тут Мне муж Значит Тоже Он в депрессии На уши Мне сыплет Знаете Свои эти Неприятности Потому что Это ж Понятное дело Нужно Деньги За все Платить За ремонт Компьютера За Детали А мы И так Сейчас Потратились Вот 200 долларов 250 ушло На собаку В русский Магазин Он поехал Мы рыбу Покупали Я же не знала Что у мужа Будут такие планы Еще поехать В русский Магазин Там Торт Купить Шампанское Торт стоит К нему Даже не Притронулись Понимаете Выброшенные Деньги Вот Поэтому Сейчас еще Компьютер Отремонтирует Буду Сидеть До конца Месяца Можно так Сказать На сухом Пайке Потому что Я хотела Для себя Еще кое-что Купить Ну как Не для себя Для дома Пододеяльники Заказать Например Ну Постельное Белье Я уже там Выбрала Еще какие-то Мелочи Такие Оно Не получается Сегодня Хотела Закрыться У себя В комнате Побыть В одиночестве Так сказать Заняться Своими Личными Делами И Блин Вспомнила Что Рыбу Разморозила Ну Что Вот На кухне Стою Уже Вечер Муж Дремает А я хочу Еще Баклажаном Пойти Доделать Вот такой Дурацкий День Девочки Мне там Написали Что Неплохо Бы мне Сесть За книгу Это уже Не первый Раз Я такое Слышу Пожелание И мне Так хочется Этим Заняться Знаете Я все Надеюсь Что Появится Наконец Время Ну Это Называется Так Откладывать Жизнь На завтра Ну А Какой У меня Например Сегодня Был Выбор Послать Этих Людей С Украины Нахер Сказать Мне Это Неинтересно Это Ваши Проблемы Или Как Это Мои Друзья Или Мне Мужа Нужно Было Нахер Послать И Не Интересоваться Его Проблемами С Компьютером Вот Он Ждет Своего Пасынка Может Быть На выходных Он Приедет Из Сербии И Назначил На всякий случай Себе Аплотмент Аж На вторник Поэтому Как-то Так Ничего Я всегда Говорю Знаете Как Завтра Будет Другой День Уже Сегодня Наготовлю Будет Запас Продуктов Ну Запас Уже Готовой Еды Часть Можно Заморозить Кстати Я даже Готовую Рыбу Замораживаю Иногда Потом Достаю И все Готовое Блюдо Вот Все Будет Хорошо Спасибо Что Вы Слушали Знаете Как Не Получается Быть Всегда Веселой Вчера Я вышла В эфир С этой Маской На лице Может Мне Написали Какой Негатив Может Быть И не Стоило Так Себя Показывать Уже Такая Была Уставшая Какая Думаю Я людям Обещала На комменты Ответить Ай Была Не была Выхожу Какая Есть Потому Что Потом Не знаю Когда Соберу Ну Если Кто Написал Мне Там Знаете Негативные Отзывы То По сравнению С тем Как Вот Сейчас Люди В Украине Живут Знаете Даже Не в Украине Вообще И на Донбассе И в Израиле Там В этой Газе Какие Беды У людей Даже Здесь США Может Быть Кому То Не за Что Жилье Снять Понимаете Так что Как то Уже Это Тоже Переживу Эти Комменты Негативные Если Не Появятся То Мне Немножко Самой Стыдно Что Я Маску На лицо Надела И Знаете Как Вышла На Широкое Обозрение Наверное Так Не нужно Делать Иногда Знаете Как Выбирать Тоже Не Приходится Потому Что Или Ты Сделаешь Или Ты Не Сделаешь Или Ты Не Будешь Показывать Себя Такой Какая Ты Есть И Всегда Будешь Примарафете Красивая Там С Прической И Выпускать Например Два Видео В Неделю Для Меня Это Тоже Не Вариант Потому Что Канал Развивается Слава Богу Потихоньку Двигаемся Вот Поэтому Спасибо Всем За Добрые Слова За Просмотры Спасибо Новым Подписчикам И Стареньким Подписчикам Спасибо Что Меня Не Оставляете Всего Вам Самого Хорошего Увидимся Подписывайтесь Я Поняла Смотрела Видео С Животными Знаете Я Вам Рассказываю Буся Не Ори Люди Спят И Поняла Кто Это Кричит Это Лиса Кричит Лисы Бегают У них Такой Противный Знаете Крик Буся Уже К папе Пошел Спать К мужу На Диванчик И Услышал С Ливен А я Сижу На Заднем Дворе И Пытаюсь Видео Смонтировать Он Прибежал Открой Мне Дверь Сказал Да Мама Открой Дверь Начал Дверь Тряпаться Я Закрыла Дверь Чтобы Тепло Не Выходило Хит Работает Будет На Лисус Реагируем Что я хотела Еще Добавить Знаете Вот По поводу Того Что я Общалась С моими Друзьями Из Украины Скажем так Я разговаривала С женщиной Вот И У нее Есть Как бы Родственники Мужчины Которые Вообще Не знают Как дальше Жить Ну Мужчины Призывного Возраста Это тот Возраст Когда Ты Например Перед Началом Войны Уже Как-то Более Менее Определился Может Быть Начал Свой Бизнес Хит Включился Может Быть Уже Более Менее Почувствовал Почву Под ногами Учитывая Экономическую Ситуацию Но все равно Ты учился Ты не сдавался Ты что-то Придумывал Какие-то Варианты Для заработка Понимаете И тут Началась Война Ну И вот Мне эта Женщина Говорит Все Оборвалось Все Мы Не знаем Как дальше Жить И мы Обращаемся К Богу Что нам Делать А Бог Молчит Я знаете Попыталась Посоветовать Ну потерпите Может скоро Все это Закончится А мне Отвечают Мы уже Не можем Терпеть Мы просто Хотим Жить Не Выживать А жить То есть Люди уже Не в том Возрасте Чтобы Иметь сил И выживать Понимаете Я вот сейчас Говорю Просто У меня Слезы На глазах И Я не знала Что ответить Понимаете Я Говорила Что Ну вот Сейчас Такой Период Нужно Его Пережить Потом Возможно Откроются Новые Двери Новые Возможности Но Мне так Казалось Что Моя подруга Меня просто Не Не Слышала Не Услышала У нее Уже Сил На такие Банальные Вещи Нет Люди Хотят Просто Жить Нормальной Жизнью Понимаете Как-то Восстановиться Психологически И почувствовать Себя Людьми Не рабами А людьми Вот И Я не знаю Вообще Как самой С этим Справиться Потому что Мне очень Жаль Вот это Я хотела Добавить Я надеюсь Что будет Мир Скоро Причем Скоро Уже просто Ни у кого Нет терпения Даже У Американцев Потому что Мы вообще Не знаем Куда Идут Наши Налоги Мой муж Пашет Как Зверь Ему 65 Лет И мы Считаем Каждый Доллар Буквально Это Очень Очень Сложно Пусть Будет Мир Наконец Еще раз Спасибо Что Вы Слушали Еще Все 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 Существо И нужно это учитывать, и нужно уважать, скажем так, права людей. Опять говорю, баналищины, правда. Кто бы меня услышал? Кто бы меня спросил? Ну, как-то так, знаете, такая. Что бусинка? А, такая вот моя философия на ночь.